Здравствуйте! На этом уроке я хочу выяснить, чему равна площадь области под графиком функции у равен 1 делить на х в квадрате, которая ограничена слева прямой х равен 1, а справа не ограничена вообще. Справа область продолжается до бесконечности. Итак, нам нужно вычислить площадь всей вот этой области. А как нам определить эту область? Мы можем определить ее как несобственный интеграл. В данном случае нижний предел интегрирования будет равен 1. А чему будет равен верхний предел? Справа наша область не ограничена, она продолжается до бесконечности. Следовательно, верхний предел будет равен бесконечности. И это интеграл от функции 1 делить на х в квадрате под х. Давайте подпишем, что это несобственный интеграл. Как же нам вычислить значение этого интеграла? По определению это то же самое, что и предел при n, стремящемся к бесконечности, интеграла от 1 до n от функции 1 делить на х в квадрате под х. Ну, а как найти значение этого интеграла с пределами интегрирования 1 и n мы знаем. Также мы знаем, как вычислить предел. Здесь нам нужно найти предел при n, стремящемся к бесконечности. Ну что ж, давайте попробуем вычислить значение этого интеграла по теореме Ньютона-Лейбница, второй основной теореме интегрального исчисления. Давайте запишем, что это равно пределу при n, стремящемся к бесконечности. И далее мы используем формулу Ньютона-Лейбница. Нам нужно вычислить первообразную под интегральной функцией. А чему равна первообразная х в минус второй степени? Она равна минус х в минус первой степени, или минус 1 делить на х. Минус 1 делить на х – это первообразная под интегральной функцией. И нам нужно вычислить из значения этой первообразной в точке n значение в точке 1. Значит, это будет предел при n, стремящемся к бесконечности. Если мы вычислим значение первообразной в точке n, то в результате мы получим минус 1 делить на n. И от минус 1 делить на n нам нужно отнять значение первообразной в точке 1. А это минус 1 делить на 1, или просто минус 1. Таким образом, нам нужно найти предел при n, стремящемся к бесконечности, вот этого выражения. Это выражение равно этому выражению. Это равно пределу при n, стремящемся к бесконечности. Это у нас плюс 1. Значит, мы можем записать, что это равно пределу 1-1 делить на n. К счастью, этот предел существует. При n, стремящемся к бесконечности, эта слагаемая будет все ближе и ближе к 0. То есть оно будет равно 0 при n, стремящемся к бесконечности. Следовательно, предел будет равен 1. Из этого следует, что площадь области, которая не имеет правой границы, которая, по сути, бесконечно равна 1. В данном случае мы имели дело с несобственным интегралом. И поскольку мы смогли вычислить значение этого интеграла, которое, как выяснилось, равно 1 , то в таком случае несобственный интеграл называется сходящимся. Это у нас сходящийся несобственный интеграл. Если бы по какой-то причине мы не смогли вычислить значение этого несобственного интеграла, то тогда этот интеграл был бы расходящимся. Вот мы и справились с заданием. Мы нашли площадь этой бесконечной области. Она равна 1. На этом все. До скорых встреч!